Оль, ты чё? Оля, давай плыви сюда! Камера мобильного телефона – бесстрастный свидетель трагической развязки весёлого вечера. Подвыпившая компания гуляет на берегу пруда. Кто-то предлагает девушке переплыть его на спор. Ни таблички «Купаться запрещено», ни чувство осторожности Ольгу не останавливают. Поначалу держаться помогает подогретый спиртным азарт, но силы быстро кончаются, а до берега ещё далеко. Ты же проспорила! Давай, фигач! Ну, ещё половина осталась! Давай, давай! Никто из друзей на берегу, кажется, не понимает. Это уже не шутка. Самой из воды девушке не выбраться. Ольга напугана. Она зовёт на помощь. Компания продолжает веселиться. Владелец телефона спокойно снимает всё происходящее. Молодые люди не верят, что девушка может утонуть прямо у них на глазах. Ну, вот такие вот друзья в беде человека оставили. Думали, всё, она что смеётся, подшучивает над ними. А она вот на самом деле, вот, ноги свело у неё, да плюс ещё алкоголь, и пошла ко дну. Патрульный экипаж случайно проезжал мимо. Полицейские сразу поняли, сейчас случится беда. Борис Кулеев выпрыгнул из машины и бросился к воде. Я отдал автомат калашнику напарнику и амуницию, где находилось табельное оружие, и в форме донирования бросился в воду. Доплыв до указанной девушки, я схватил её, так как она ходила под воду. В панике Ольга начинает топить спасителя. Друзья оцепенило смотрят на происходящее. Сможет ли Борис вытащить девушку на берег живой? Похоже, у него просто нет выбора. Спасаться самому или тонуть вместе с Ольгой? Тогда было холоднее. Холодная была вода, прям чувствовалось. А сейчас потеплее, конечно, вода. Сегодня полицейский Борис Кулеев снова пришёл на то место, где несколько лет назад чуть не погиб, спасая тонущую девушку. Он не считал себя хорошим пловцом, но тогда прыгнул в воду без колебаний. Сам нахлебался воды, и вместе с ней уходил под воду. Она как доплыв до неё, она меня обхватила за голову. И тоже вместе с ней раз ты уходил под воду. Я ей говорю, успокойся, не паникуй, ногами давай шевели, к берегу поплывём. Но она быстрее, конечно, и царапать давай, и за лицо хвататься. Только когда ноги коснулись дна, Борис понял – спасены. Друзья Ольги наконец-то осознают, что происходит. Тянут руки, помогают выбраться на берег. Дали тёплое бельё, кто-то вытащил простынь, какие-то полотенца. Оказана помощь, искусственное дыхание, так как девушка наглоталась водой. Пострадавшую девушку отвезли в больницу. Больше Борис её не видел. Вновь вспомнил об этой истории только спустя несколько лет, получая медаль за спасение человека. Не ожидал, но когда позвонили мне, сказали, что вам присвоили награду, и приехать на вручение, было очень приятно, конечно, получить награду. Это самая первая моя награда и самое, я думаю, важное в моей жизни.